Два дагестанских школьника, обратившихся на прямую линию с президентом, получили планшет и компьютер. Включить подарки детям приехали эксперты Общероссийского народного фронта. Подробнее в следующем сюжете. Семиклассница Сабина Расулова из многодетной семьи. Когда в школе вели дистанционное обучение, у школьницы возникли проблемы ввиду отсутствия гаджета с выходом в интернет. Родители из-за пандемии потеряли работу, потому не было возможности приобрести технику. Когда у нас была дистанционка, я сначала первые один целый месяц дистанционки вообще не могла учиться на ней. Я просила телефон, но папа тогда не мог мне его купить, потому что он тоже тогда не работал. Мама тоже. Ну мама редко, когда у нее работа бывает. И потом, когда была пресс-конференция, ну я решила написать. И я не думала, конечно, что именно прочитаю. Ну ты довольна? Да, спасибо вам большое. Подобные сложности были у второклассника Магомеда Магомедова из села Новочертах на Валакского района. Мальчик попросил Владимира Путина помочь в приобретении компьютера и принтера. Без них, по его словам, очень сложно в учебе. Позвонили, сказали, что такая-такая обрабатывается ваш вот этот вопрос. Ну я ему сказал, что к тебе скоро приедет президент. Он думал, он тоже не поверил, конечно. Но он своим классом еще даже не рассказал. Он говорит, сегодня тоже не говорил, что неожиданно так получилось. Ну это, конечно, огромная честь. Конечно, благодарность нашему президенту, тоже Владимиру Владимировичу, что выбрал нас. И получили, конечно, это его заветная мечта. Отметим, что на прямую линию с президентом Владимиром Путиным дагестанцы прислали около 1400 обращений. Их исполнение контролируют активисты регионального ОНФ. Работа эта проводится совместно с органами власти. Наталья Ханбабаева, Алина Багилова, Мурат Бекпарзов. Новости ННТ. Дагестанские огни на Валакский район.